Итак, наше приключение начинается. Я буду стараться снова снять блог. Мне кажется, что у меня не очень хорошо это получается, но я постараюсь снова. Я в очках, потому что после полета вечернего мне кажется, что я не очень свежа и красива, но ладно, буду в очках, чтобы все по-честному. Мы сейчас идем в наш любимый ресторан с прошлого года. Он нам так понравился в тот раз, но, к сожалению, из-за того, что мы были ограничены во времени, мы не могли насладиться на все сто их вкусной едой, Да, потому что мы опаздывали на поезд. Вот сейчас, сегодня мы наверстаем все упущенное. Будем есть, много есть. Мы не помним, как он называется, но мы помним, насколько вкусный был в нем шницель, поэтому мы идем голодные, но счастливые. Любимый ресторан. Я уже заказала свои любимые творожные клетки. Ты еще не заказала. А, да, выбрала. Нашла. По бабушкиному рецепту. А ты умеешь петь тирольские песни? Я сейчас выбью бокал вина и спою тирольскую песню. Я тебе запишу на видео. Знаете, что вы эти кучи? Да. Мы еще с того года знаем. Смотри, у меня здесь в компании Попры. Кто это? Ну, Каш. О, какой сладкий. Очень жирный, со шпинатом, с федоровыми орешками. Форрель. И, конечно же, шницель. У нас дождь, мы все промокли. Я не кормлю. Мокрые курицы. Вот у меня упали мои варежки любимые, которые были такие белоснежные, пушистые, красивые. Блух. Смокрый человек. Ты же не боишься стоять? Я? Нет. Какого дела? Вот, Наташа, сидишь и улыбаешься. Тебе красиво. Да. Наташа, ты что думаешь о круговой подтяжке лица? Я за. Мне рано думать еще. Я категорически против. И я все-таки с другого поколения. Я хочу видеть себя такой, какая есть. Да, будут морщинки. Но если человек ухожен. Так это не только морщинки. Ты будешь первая на меня смотреть и говорить. Мам, я тебя не узнаю. А, кто это был? Подожди, кто это был на концерте? У Леонтьева. Леонтьев, видала, говорит, даже не скрывает. Он даже хвостик делает. А вот здесь кто? Я рассказала. А вот поэтому, мам, ты из-за Леонтьева боишься всех этих операций. Вот эту травму нанес. У меня спам. У меня волос нет, чтобы прикрывать шрамы. Понял. Пусть я буду сама с собой. Сама с собой хочу. И все. Мы тебя не слоняем. Мы прекрасно выберем. И точкой. Менять внешность. Зачем? Если Богом дано тебе одно лицо, ты его меняешь. Продолжение следует... насчет горнолыжной одежды девочки показываю во первых всегда смотрятся светлые особенно белые ярко-белого цвета комбинезоны смотрятся всегда очень ярко и эффектно я каждый раз вообще когда приезжаю я жалею что я не приехала в белый белоснежном белоснежной куртке белоснежных штанах потому что всегда это притягивает взор и во всяком случае мой это точечет взорку вот второй момент это конечно же лучше иметь раздельные штаны чем весь комбинезон полностью слитным потому что сами понимаете почему вот пожалуйста штаники штаниками штаники не должны быть слишком широкие тоже чтобы все это было красиво под штаники но об этом не обязательно а другой момент что мы еще поняли в этом сезоне мы поехали кататься видите у нас все лиму ладно шлем у нас у всех куртки приталенные поясы мы их очень сильно затянули сразу создает такой силуэт красивый на собрана лыжах такой же как мультики это не я это не техника дошла это я сама до вас нашла на лыжах а еще очень классно смотрится мех у нас например вверх ненастоящий вот у этого человека который говорит что очень любит животных настоящий натуральный мех зачем это вырезать а мы с мамочкой выбрали настоящая а выглядит ничем не хуже как не так самое главное девочки чтобы было тепло и легко снималась если что и все девки в общем девочки наверное мне придется прекратить снимать влог так и не успев в принципе отснять что-либо потому что во первых у меня возникло две проблемы во первых сегодня очки лыжные не знаю очки лыжные или сочетание с шлемом у меня передавили настолько что у меня появилась полоса ее особенно очень хорошо видно на свету может быть сейчас даже а во-вторых я сегодня нанесла на лицо маску который очевидно я не знаю ингредиенты не подошли мне или она была просрочена и не знаю вообще что случилось в общем у меня начало гореть лицо она у меня покраснела и до сих пор сейчас я такая натуральная румяная этого я не знаю если меня завтра то не пройдет мне придется расстаться с камерой ну или хотя бы я поснимаю просто меня но у тебя тоже полоска мы приезжаем сюда второй раз и второй раз мы конечно очень довольны здесь очень удобно здесь очень классный хороший спа отель находится в тихой деревушке пак очень недалеко от такого тусовочного места известного мархофен автобус забирает лыжников из отеля прямо на выходе подвозит к главному подъемнику все удобно очень хорошо здесь отличное обслуживание очень уютно тепло отличные просторные номера я прям советую этот отель я очень надеюсь что вот это на моем лице исчезнет хотя бы по приезду домой потому что сейчас уже второй день и ничего не проходит лопати формировался и так поэтому больше я не буду сниматься и фотографироваться запиши пожалуйста на всякий случай взрыва уже не прыгает больше вдруг будем отрываться так пусть запомнят человек который боится высоты я тоже боюсь высоты вы остановились и кабинка прыгает ощущение не сприятны конечно нам тебе страшно нет а а а а а а а а и 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 сезоне будет очень актуален. Можешь взять, мам, на каждый день. Так, что ты померишь? Вот супер платье лавандового. Очень модного оттенка. Мне он, к сожалению, не идет. А вот Наташа очень даже идет. Поэтому я ей сказала померить это платье. И подальше отойди. Нет. Класс. Я еще чуть-чуть сходну. Мой любимый кос. Зеленые цвета. Очень модный в этом сезоне. Девочки, вот кто, кстати говоря, спрашивает у меня, какую обувь, если не на каблуках, надевать под элегантный наряд, вот, пожалуйста, Оксфорд. Это всегда отличный вариант. Неважно, в какой стране я нахожусь, я всегда ем одно и то же на завтрак. У меня уже это такая привычка, выработанная годами. Полезная очень привычка. Мой завтрак всегда состоит из жжаных хлопьев. Я добавляю туда разные виды семечек. Не буду причислять сейчас все названия. Обязательно клюкву. И все, естественно, зависит только от порции. Иногда больше, иногда меньше. Но на завтрак я ем именно такой завтрак. И все это заправляю обычно козьим кефиром, если я дома. Ну, а где-то в другой стране это обычно легкий обезжиренный йогурт. И, соответственно, немного меда. Для меня это самый вкусный завтрак. Я не представляю, какой начало своего дня без него. И после этого уже следует твоя чашечка кофе с какой-нибудь вкусняшкой. А мы едем в Зальцбург. У нас есть мандаринка. В Зальцбурге мы никогда не были. Мы были в Инсбурге. Инсбург мы очень любим. Я всем рекомендую посетить этот город. Меня почти не видно на путь фокда. Чем тебе запомнил нравится Инсбург? Ты особый поклонник. Можно я поживу? Да, мама хочет попасть в кадр и рассказать про Инсбург. Я не хочу попасть в кадр. Это все. Это все. Ну что? Горы. Маленький городок. Гор. Еда. Свежий воздух. Архитектура. Покой, уют. Еда. Это не объясним. Я вот приезжаю и чувствую себя. Комфортно. Просто комфортно, спокойно. И как будто я здесь бывала не один раз. А сейчас мы едем в Зальцбург. Говорят, что Зальцбург очень красив. Лучше Инсбурга. Да. Потому что мы проверим. А мы это проверим. А-а. Мы в Зальцбурге и здесь очень холодно. Редактор субтитров. Редактор субтитров. сами пешочком поднялись вот на такую высоту ради этого вида это все ну все, уже заключаемся